Всем огромный привет! Спасибо, что заглянули ко мне в гости. Кто со мной не знаком, меня зовут Аня и я снимаю бьюти-обзоры на товары для маникюра и на декоративную косметику. Сегодня в видео подробный обзор палетки теней от Makeup Obsession в коллаборации с канадским блогером, бьюти-блогером Бель Жорден, а также свотчи и макияж. Если вам интересно, оставайтесь со мной и поехали! Это небольшая палетка из плотного картона, выполнена в минималистическом стиле, с красивым золотым тиснением. Это гравировка имени Бель Жорден, девушки канадского бьюти-блогера с аудиторией чуть больше, чем 200 тысяч подписчиков. Сама я лично на нее не подписана и узнала о ней только благодаря ее коллабу с Revolution Beauty, а вернее с Makeup Obsession. Именно с этой палетки началось мое знакомство с формулой теней от Makeup Obsession. На обратной стороне вы найдете схемку расположения в ней рефилов теней, состав каждой тенюшки, а именно матовых, сатиновых и шиммеров по отдельности. Также предоставлена информация, какие из рефилов содержат в себе пигменты, красители, которые могут быть небезопасны в использовании на веках, если у вас чувствительные глаза. Палетка является Cruelty Free и произведена в Китае. По весу палетка тяжеловатенькая, внутри на крышке вы найдете качественное, без искажений, полноразмерное зеркало. Под полноразмерным я имею в виду, что благодаря размеру этого зеркала вы сможете не только сделать макияж глаз, но и полностью нанести макияж всего лица. Что, конечно же, делает эту палетку удобной для путешествий, так как будучи компактной, она при этом имеет большое зеркало. Палетка состоит из 16 рефилов теней, каждый из которых весом 1,3 грамма, где на выходе вы получаете 20,8 грамм теней чистого веса. Что для цены этой палетки делают ее еще более привлекательной, учитывая тот факт, что она очень часто появляется на официальном сайте Revolution Beauty в разделе Sales. Обычная цена этой палетки 11 евро 99 центов. Есть у меня подозрения, что будут ее снимать с производства, поэтому прыгаю я в уходящий поезд со своим обзором. Палетка эта на магнитной основе, все тени можно спокойно достать, и если вам не важны названия, их можно распределить в том порядке, в котором вам удобно. Или даже перемиксовать с тенями из других палеток от Makeup Obsession. Лично я этого делать не буду, чтобы не запутаться, так как палетка мне может понадобиться в будущем для других обзоров или сравнений. Что же касается самих теней, в этой палетке вы получаете 7 чисто матовых текстур, 3 матовых с добавлением шиммера и 6 мягких сатиновых шиммеров, которые со временем не твердеют и не запекаются в рефилах. Явных металликов, дуохромов, мультихромов и призматиках в этой палетке нет. Палетка это однозначно для любителей ягодно-бордовых макияжей. Несмотря на то, что здесь есть вкрапления рыжих шиммеров, несколько матовых, оранжевый, вроде как коричнево-светло-бежевый, но какие бы макияжи я не делала, в результате они у меня все получались бордово-ягодные. Starlight это белый матовый оттенок. Glow Baby это бледно-розовый холодный шиммер сатин. Pops. Кирпичный матовый с добавлением золотого шиммера. Bear. Рыжий кирпичный шиммер сатин. Sagittarius. Цвет незрелой тыквы матовой текстуры. Sassy. Рыжокоричневый шиммер сатин с легким отголоском розового. Hot Sauce. Матовый рыжекоричневый. Queen. Коричнево-бордовый матовый с добавлением матового шиммера. 1706. Серо-розовый холодный нюд в матовой текстуре. Mama's Girl. Тоже серо-розовый холодный нюд, но на пару тонов темнее и с добавлением мельчайшего розового шиммера. Magic. Розово-ягодный шиммер. So Cute. Матовый цвета фуксии. Miami. Средний пурпурный сатиновый шиммер. 13. Пурпурно-коричневый матовый. AF. Светло-золотисто-коньячный шиммер с вкраплением белого золота. В рефиле кажется теплым, но при нанесении есть явные стальные нотки. И Lola. Это графитовый черный матовый. И прежде чем мы будем судить о пигментации этих теней по свочам, а мы все знаем, что свочи делаются больше для наглядности и не отображают реальную картину, судить о пигментации теней можно только при нанесении их на веки. Поэтому давайте перейдем к макияжам. Базу под тени буду использовать от Paese. Наношу на все верхнее веко и немного пройдусь по нижнему, потому что у меня с нижнего века исчезают и скатываются абсолютно все тени, независимо от их качества и формулы. Нанесение праймера решает эту проблему. Использую кисть от Real Techniques Medium Shadow Brush. Также кистью от Real Techniques Multitask Eye Brush наношу самый светлый оттенок в этой палетке Starlight на верхнюю часть складки века. Ниже специально не наношу, чтобы праймер не терял свою липкость, тогда более темные тени лягут поярче и не будут плешивить. Starlight это белые матовые тени, но они настолько слабо пигментированы, что ими смело можно закреплять праймер, белыми ваши веки не станут. Далее растушевочной кистью от VELAYU из набора кисточек для макияжа глаз наношу в складку века оттенок 17 OG. Это у меня кисточка для растушевки с прямым срезом. Попробую углубить складку оттенка Mama's Girl тоже растушевочной кистью от VELAYU из этого же набора, только у этой кончик кисти более скругленный, как раз удобный для нанесения цвета в самую складку века. Оттенок Mama's Girl это полусатиновый полуматовые тени с добавлением в них шиммера. В рефиле они темнее оттенка 17 OG, но на веках не очень интенсивны. Видно, что я наслаиваю, наслаиваю его и все блесточки у меня в результате остались на щеках, а не на веках. Возвращаюсь к первой кисти и растушевываю границы между двумя оттенками, при этом не набираю дополнительно тени на кисть. Использую только то, что на ней осталось после нанесения первого оттенка. Кистью от Hakura H77 наношу оттенок 13 на наружную часть глаза, затемняю уголок и слегка растушевываю в складку. Хоть и тени между собой тушуются неплохо, пришлось мне наслаивать немножечко этот темный оттенок, что в принципе не является уж большим минусом, если вы любитель в этом деле, как и я, и боитесь не справиться с сильно пигментированными тенями. Субтитры сделал DimaTorzok Также этой же кистью и этим же цветом 13 прохожусь по нижнему веку. Кончик кисточки здесь очень удобный, он остренький, но при этом очень мягкий, им удобно наносить тени на нижнее веко. После нанесения каждого цвета я возвращаюсь к предыдущему, и предыдущей кистью растушевываю границы, при этом на кисть не набирая дополнительно продукта. Я это уже вырезала, не вставляла в видео, чтобы оно мне опять не получилось на 30-40 минут. Просто знайте, что этот шаг я никогда не опускаю. Рыжий металлик Bear наношу пальчиком на середину подвижного века. Рыжий металлик Bear наношу пальчиком на середину подвижного века. И сухой кисточкой Jessup 237 Detail Shader из другого набора, этим же шиммером Bear прохожусь по границам, немного очерчивая, как бы подрезая века в технике Cut Criss. Далее, чтобы сделать красивый градиент, добавляю оттенок So Cute на границу с матовым 13 и рыжим шиммером Bear и растушевываю. И возвращаюсь к кисточке Hakura H77 и добавляю интенсивности оттенку 13 и плавно втушевываю его в только что нанесенный шиммер. Оттенком Glow Baby высветляю внутренние уголки глаз, это та же кисточка от Jessup 237 Detail Shader, только я ее почистила. Оба эти набора кистей Jessup и VLU для макияжа глаз просто отличные. Я пользуюсь не всеми кистями, но очень бы хотела приобрести еще один от Jessup, но продавец поставил нереальную цену доставки на эти кисти. Очень надеюсь, что ситуация изменится. У меня есть любимые кисти из этих наборов, я очень хочу их купить во втором экземпляре. Даже готова купить весь набор и очень хочу, чтобы продавцы на Али вернули наконец-то бесплатную доставку в мой регион, ну или чтобы доставка была адекватная хотя бы. Они 70 евро за набор кисточек стоимостью 15 евро. И осталось несколько финальных штрихов. Для стрелочки выбрала карандаш от Maybelline Tattoo Liner Gel Pencil в оттенке 942 Rich Berry, насыщенный ягодный. Продолжение следует... Продолжение следует... На слизистую нижнего века нанесу карандаш от Wet n Wild Ultimate Brow Highlighter. Вообще-то он предназначен для осветления под бровью, но я подсмотрела этот лайфхак у американских бьюти-блогеров и с удовольствием им пользуюсь. Этот карандаш отлично сидит и долго держится на слизистой. И завершающий штрих макияжа глаз это тушь от Essence Lash Princess False Lash Effect Mascara. Мой последний фаворит. И на губах у меня помада от Essence This Is Me в оттенке 01 Freaky. Накладные реснички в этом макияже не использовала, мне хотелось, чтобы он был ближе к дневному, но у меня кажется не совсем это получилось и опять занесло. В принципе, как всегда, все мои попытки нанесения дневного макияжа глаз обязательно плавно переходят в вечерний, ну или во что-то очень яркое. Но это, как говорится, дело вкуса и лично я очень люблю яркие макияжи глаз. Пишите мне в комментариях, считаете ли вы этот макияж уместным в светлое время суток. Ну а мы переходим ко второму макияжу. В этом макияже тоже использовала базу под тени от Paese. И скошенной кисточкой из набора кистей для макияжа Beely, набивающими, притаптывающими движениями, начинаю выстраивать оттенком Hot Sauce, так сказать, каркас-заготовку макияжа. Праймер нигде не закрепляла, мне для интенсивности и насыщенности теней нужна его липкость. Макияж будет вечерний и яркий. Мне нравится эта скошенная кисточка, потому что ею удобно определять основные линии макияжа и также ею можно и растушевывать. Дальше чистой растушевочной кистью со скругленным кончиком растушевываю границы и слегка оттягиваю цвет в складку века по направлению к внутреннему уголку глаза. В рефиле этот оттенок Hot Sauce кирпично-рыжий, слегка уходящий в краснинку, но при нанесении я вижу больше красно-розового. Макияж Макияж Безымянной растушевочной кистью от Zaraea с немного плоским удлиненным кончиком Он как раз очень удобный для проработки складки века. Наношу в складку века оттенок Pops и также прохожусь по нижнему веку, смягчая границу первого оттенка Hot Sauce. На голое веко я тени никогда не наношу, потому что для моей жирной кожи это означает, что абсолютно любые тени скатаются на веках через полчаса. Если праймер с хорошей липкостью, то эти тени у вас из этой палетки доживут до конца дня. К концу дня только уже появится на складке века небольшая полосочка. Ну все-таки все тени могут скатываться, тем более если вы носили их целый день. Мои проверенные праймеры это Poezo, Pee Louise, NYX, Essence. В принципе я даже не помню какой-либо праймер, на котором эти тени бы плохо сидели. Далее беру чистую кисть и прохожусь ею по границе этих двух оттенков. Это кисть от Zarae Eye Crease Brush номер 8 из набора кистей для макияжа. Детальной кистью Animoor из набора кистей для макияжа глаз тоже с AliExpress оттенком Lola затемняю внешний уголок глаза. Раньше я очень любила этот набор кистей, особенно две большие кисти, но со временем они отошли на второй план. Я нашла еще лучше этих, те же китайские Wellayu и польские Hakuru. Мне всегда сложно с самыми темными тенями. Наверное, как и у всех, а скорее всего не наверное, а как и у всех, глаза у меня разной формы. И в жизни я особо не вижу разницу. А вот камера передает картинку плоско, не так объемно, как видят наши глаза. И эта симметрия очень видна. С черным мне пришлось вот прямо стараться, и все равно правый глаз поменьше вышел, и тушевка по-другому смотрится. Кстати, несмотря на сводчи, черный в этой палетке неплохой пигментации. Его нужно немного наслоить, но он не плешивит. Самую малость, уже практически кистью без пигмента, завожу черный оттенок в складку века. Дальше кистью от Hakura H77 возвращаюсь к первому оттенку Hot Sauce и растушевываю границу черного лола, добавляя интенсивности бордово-коричневому к Hot Sauce. И снова возвращаюсь к растушевочной кисти от Vela U. и смягчаю границы оттенка Hot Sauce. И чистой кистью от Zarae прохожусь по всем границам. Беру кисть-карандаш от Hakura H76 и наношу оттенок лола на нижнее веко. И возвращаясь к кисти H77 оттенком Hot Sauce, растушевываю границу с черным на нижнем веке. Набираю на пальчик Satin Miami и наношу на все подвижное веко. Очень красивый, я бы даже сказала уникальный, хотя и не мультихром, не дуахром. Прибавляет он этой палетке весомый плюсик. Я, конечно, уже здесь сейчас кривляюсь, это не первые мои впечатления, просто очень люблю эту тенюшку. И детальной кисточкой от Zarae прохожусь по границам, вернее очерчиваю их пальцем, так ровненько не получается нанести. Для интенсивности цвета кисть смочила моим любимым спреем для этих дел Rimmel Insta Fix & Go. Этой же кисточкой наношу самый светлый Shimmer Glow Baby на внутренний уголок глаза для подсвечивания. Возвращаясь к черному оттенку и кисточкой, не набирая продукта, смягчаю границу между черным и лиловым сатином. И финальный штрих, прохожусь по границам сатина Miami, кисточкой, которая наносила в складку оттенок Hot Sauce. Также я подвела слизистую нижнего века кремовыми тенями от Kiko Milano, это тени стик в оттенке 31. Ресницы накрасила водостойкой тушью от Catrice Cosmetics Glam & Doll False Lashes. На губах у меня карандаш от Essence Soft Contouring Lip Liner номер 8 Big Proposal и помада Catrice Demi Matte в оттенке 100 Nude Crush Everyday. И мои самые любимые реснички это Ardell Demi Whispies. Ну и в заключении, подводя итог, скажу, что несмотря на скудную пигментацию белого матового рефила, все остальные матовые здесь работают отлично. Как с кисточками с искусственным ворсом, так и с натуральным. Я очень редко закрепляю праймер светлым каким-нибудь оттенком, и что ожидаемо, конечно же, на влажном праймере все матовые ведут себя отлично. Они интенсивно отдают цвет и также хорошо тушуются. Не плешивят, хорошо наслаиваются и отлично между собой тушуются. Матовые здесь по своей формуле немножко суховаты, но они отлично набираются на кисть, как я уже и говорила. У меня эта палетка уже достаточно долгое время, и я не могу сказать, чтобы я заметила, что у меня есть какие-то осыпашки под глазами, когда я делаю макияжи. И если есть немножечко пыли, то только в самом рефиле. Все металлики в этой палетке хороши. Они отлично набираются как на палец, так и на кисть. Но я, если честно, предпочитаю металлики всегда наносить пальцем. Мне кажется, что пальцем наносить лучше, потому что тогда сам цвет будет интенсивнее навеки и практически никогда не бывает осыпашек. Что делает для меня эту палетку универсальной, так это то, что ею можно сделать любой макияж, не прибегая к другим палеткам. Что это означает, я сейчас объясню. В этой палетке есть самый светлый оттенок. Если вы закрепляете праймер светлым оттенком, то он здесь есть. Им также можно подвести подбровную тугу или нанести в уголок глаза для высветления. Второе. В этой палетке есть оттенки, которые можно нанести в складку века. Это такие, к примеру, как Sagittarius 17 OG. Есть более темные, которыми можно затемнить складку века. Также есть самые темные. Это черный Lola и темно-фиолетовый 13. Также достаточно разных шиммеров и светлых, и более темных для создания различных макияжей с красивым объемным эффектом. И если ягодно-бордовая гамма это то, что вам нравится, то это тоже плюс этой палетки. И как я уже сказала, матовые здесь неплохи. Конечно же, это не формула Визиарт, это не формула Наташи Динона. Они хорошо наслаиваются, между собой хорошо тушуются. При наслаивании не плешивят. Из минусов только один, это матовый белый оттенок Starlight. Ну, он совершенно бесцветный. Но он здесь тоже функциональный, потому что им можно припудривать праймер, если вы боитесь интенсивности теней на влажном праймере. И если бы я искала какую-то ягодно-бордовую палетку, то да, я бы эту покупку повторила. Я не профессионал, с профессиональными формулами я не так часто работаю, несмотря на то, что у меня есть палетки и от Визиарт, и Наташи Динона. И Анастасия Беверли Хиллз. Но если честно, вот с этой палеткой сел, быстренько что-то сделал, нигде пятен не наставил, и все, и побежал на работу. На момент публикации видео, то есть на момент сейчас моей записи, эта палетка на официальном сайте Revolution Beauty стоит по цене 5 евро 50 евро центов. Если вы не разбалованы люксовой формулой теней, и хотите что-то взять для себя, попробовать в такой цветовой гамме, мне кажется, что эта палетка вам подойдет. Ну а на этом у меня все, буду закругляться, надеюсь, это видео было для вас хоть немножечко полезным, и возможно помогло сделать правильный выбор, или наоборот, воздержаться от ненужной вам покупки. Спасибо всем, кто оставался со мной до конца, всем, кто комментирует, ставит лайки, для меня это очень важно. Я понимаю, что тематика канала сменилась, многим из вас, большинству из вас, скорее всего, судя по просмотрам, косметика неинтересна, но я наконец-то начала делать то, что мне нравится и приносит огромное удовольствие. Но я все равно вам благодарна за то, что вы остаетесь со мной. Желаю вам, вашим родным и близким, всего самого лучшего, светлого, самого доброго. Пусть эта осень будет для вас бархатная, теплая, пусть дождливая погода вас не расстраивает. Ну а мы увидимся в следующем видео и пока-пока.